Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRassetInfo, и перед нами Samsung Galaxy M52 5G, и в этом видеоролике мы настроим клавиатуру данного девайса. Клавиатура этого телефона сама по себе довольно-таки неплохая, но её можно ещё настроить таким образом, сделать её полностью под себя, подстроить её под себя и таким образом печатать текст на раскладке этого телефона намного быстрее. Так что давайте начнём. Чтобы зайти в настройки клавиатуры, нам нужно сперва зайти в настройки нашего телефона. После этого мы пролистываем вниз до пункта «Общие настройки». Выбираем здесь «Настройки клавиатуры Samsung». И начнём с первой. Языки и типы. Я думаю, вы знаете, что это у меня экран очень сильно заляпался. Языки и типы. То есть просто можно добавить несколько языков. Не очень интересно. Особо на этом пункте зацикливаться не будем. Режим T9 или же режим предложения текста в верхней части экрана. Обязательно этот пункт оставляем. Он довольно-таки удобный. Рекомендация «Эмодзи». То есть когда мы... Давайте я открою где-то клавиатуру. Блин, это в поиске, наверное, работать не будет, но давайте проверим. Если мы здесь пишем какое-то слово, к примеру, улыбка, у меня, к сожалению, нет русского языка, у нас появляется смайлик с улыбкой. Таким образом мы можем очень быстро искать смайлики на нашем телефоне. Для этого просто нужно включить предложение стикеров при вводе. Дальше у нас есть пункт автозамены или же автоисправления текста. Я его обычно отключаю, так как он мне не нравится. Вы же решайте сами. Автор проверка орфографии. То бишь, если вы напечатаете какое-то слово с ошибкой, ваш телефон не будет его исправлять, ничего с ним не делать. Он просто его подчеркнет красным цветом, чтобы вы видели, что, ну, в этом слове, скорее всего, есть какая-то ошибка. Дальше у нас идет пункт с дополнительными опциями ввода. Во-первых, это автоматическое использование заглавных букв. Вы здесь включаете или выключаете на ваш вкус. Пробелы автоматически. То есть, после знаков пунктуации у нас ставятся пробелы. Доступно это только на английском языке, на русском. По-моему, даже не будет работать, если вы добавите. Но я в этом, честно, не уверен. Также двойное нажатие по пробелу ставит точку. Довольно-таки полезная функция. Я ее себе обычно включаю. Также у нас есть еще многоязычное прогнозирование текста. Таким образом, текст будет предлагаться на всех языках ввода. И текстовые ярлыки. Офигенная функция. Смотрите, мы здесь пишем горячая клавиша. К примеру, давайте я напишу здесь mail просто, потому что русского языка нет. А развернутая фраза это hardreset info1.gmail.com И нажимаю добавить. Теперь, когда я хочу быстро напечатать свою почту, мне не нужно вручную печатать всю почту. Я просто вписываю слово mail и вижу, что у меня здесь появилась почта. Я просто нажимаю на нее и у меня открылась моя почта. Точнее, таким образом мы можем кому-то быстро высылать ключевые фразы. Дальше у нас есть панель инструментов клавиатуры. То бишь, вот эта вот панелька здесь в верхней части экрана. Ее обязательно оставляем. Мы еще о ней поговорим. Она довольно-таки удобная. Контрастная клавиатура это больше клавиатура для людей, у которых есть какие-то проблемы со зрением. Мы на ней зацикливаться не будем. И перейдем дальше. Ведь дальше у нас идет размер и прозрачность. Это функция размера. Мы можем уменьшить или увеличить клавиатуру. Сделать ее вообще другой. То есть, к примеру, вот такой вот. Здесь я не советую ничего трогать. Лучше оставить как есть. Прозрачность доступна только в режиме плавающей клавиатуры. То есть, в обычной клавиатуре прозрачность настроить нельзя. Макет. Здесь обязательно включаем оба пункта. Или только один. Если вам не нужны другие символы. Я, к примеру, ими пользуюсь. Я их всегда включаю. Вы же выбирайте на свой вкус. Таким образом, включив циферки, нам не нужно каждый раз заходить сюда. Печатать тут цифры. Возвращаться. А мы можем сразу быстро нажимать по циферкам. Плюс, если мы хотим нажать на точку. Точнее, не на точку. А, к примеру, на знак восклицания. Нам нужно зайти сюда. Выбрать знак восклицания. Который еще по правой найде. Вернуться. И тогда печатать что-то дальше. Поставить здесь галочку. Мы можем просто зажать кнопочку А. И поставить быстро знак восклицания. И еще какие-то другие символы. Идем дальше. Ведь дальше у нас идет. Пункт. Размер. Шрифта. Мы можем сделать шрифт на клавиатуре больше или меньше. Здесь на ваш вкус. Я этого трогать не буду. Мне стандартные устраивают. Специальные символы. Мы можем настроить, какие специальные символы у нас будут появляться после того, как мы зажимаем кнопочку пробела. Проведение, касание и обратная связь. Здесь довольно-таки прикольная функция. По типу управления, проведением по экрану и так дальше. Насколько нужно задерживать палец, чтобы у нас открывалась функция. Плюс реакция на касание. Самый важный пункт. Мы можем включить звук, вибрация и просмотр символов. Я обычно выключаю звуки, вибрации, просмотр символов. Оставляю таким образом мой телефон во время того, как я нажимаю на клавиатуру, не будет вибрировать и так дальше. Будет просто показывать, какие у меня есть символы. Также у нас есть еще возможность выбрать стороннее содержимое для использования, к примеру, перевода YouTube. Плюс мы можем сюда добавить Spotify и другие вещи. То есть довольно-таки удобно. Сейчас мы вам покажем, как это работает. Давайте же перейдем к этим дополнительным функциям. Ведь если мы зайдем на нашу клавиатуру, у нас здесь, нажав на три точки, есть крутые функции. По типу перевести. Смотрите, я хочу перевести какой-то текст быстро и кому-то его выслать. Если я переписываюсь с иностранцем, мне не нужно заходить в переводчик, что-то вписывать, копировать. Возвращаться я просто нажимаю на три точки, выбираю перевод и пишу какую-то фразу, к примеру, привет, как дела? Да что ж ты будешь делать-то? У меня кривые пальцы для таких дел. И нажимаю на зеленую кнопку перевести и у меня текст переводится. Видите? Очень круто. И таким образом мы можем быстро печатать текст на другом языке. Мы также можем быстро кому-то отправлять видосы с YouTube, выбрав пункт YouTube, выбрав какой-то видос, у нас появляется ссылка. Мы можем быстро менять текст, который мы напечатали. Мы можем переключаться между языками, выбрав, точнее, между режимами, выбрав вот одной рукой или выбрав плавающую клавиатуру, которая будет у нас где-то летать по экрану. И довольно-таки разные другие удобные вещи. Так что, если вам интересны другие видео про данное устройство, обязательно зайдите к нам на канал и подпишитесь. Поставьте лайк. Всего хорошего. До свидания.